Мой доклад посвящен имеющимся средствам свободного ПО для моделирования электронных схем и также обзору нововведений в популярном свободном симуляторе электронных схем QX. В первой части доклада рассмотрим средства СПО, которые имеются на данный момент для моделирования электронных схем. У нас в промышленности принят стандарт для описания модели, который называется SPICE, и вот существуют на данный момент следующие симуляторы аналоговых схем, которые поддерживают этот промышленный стандарт. Это, во-первых, старейший из симуляторов это NG SPICE. Этот симулятор основан на оригинальном коде SPICE 3.5, который был разработан в университете Бергли в 80-е годы прошлого века еще. И вот этот симулятор продолжает это развитие. Его преимуществом является то, что он имеет полную совместимость с промышленными моделями, которые у нас приводятся предприятием-изготовителем электронного компонента в Даташите. Вот там имеется в каждой документации микросхемы имеется SPICE-модель. Но вот этот NG SPICE, он всеми с ними совместим. И там также реализован у нас встроенный постпроцессор, который у нас позволяет обрабатывать результаты симуляции. И там в этот симулятор встроен свой скриптовый язык. Но дальше еще два симулятора. Это XYSTE. Как оно точно считается, не удалось выяснить. Это новый консольный симулятор, который разработан с индийскими национальными лабораториями. В отличие от NG SPICE, который разрабатывает сообщество NG SPICE. Там ни с какой организацией не связано. Так, и есть еще симулятор, который написан с нуля. Это GNU-CAP. Но там еще достаточно плохо все реализовано. И этот симулятор пока не готов к полному использованию в промышленности. Ну, вот здесь на слайде мы видим пример, как выглядит задание для моделирования в этих консольных симуляторах, которые были перечислены. Все эти симуляторы консольные. И задание на моделирование описывается текстовым файлом. Но видим, чтобы смоделировать вот такую простейшую схему, надо подготовить вот такой список цепей, так называемый. Или нет лист. Но здесь достаточно неочевидный синтексис у него. И чтобы вот этому обучить инженера на производстве, надо затратить достаточно много времени, если вообще возможно этому обучить. Но вот так у нас выглядит моделирование в консольных симуляторах. Вот здесь запускается на моделирование некоторая схема. Все действия производятся в консоли. И вот получили некоторый график, вот то, что на выходе нашего усилителя из примера. То есть он вырабатывает у нас некоторый сигнал. Но здесь тоже видно, что для использования в производстве, для замены коммерческого ПО для моделирования электронных схем, вот в текущем состоянии СПО непригодно. Вот этому, чтобы обучить инженера, который сидит на заводе, это очень сложно сделать. Дальше еще существуют у нас, ранее были рассмотрены симуляторы аналоговых схем, цифроаналоговых, которые консольные. И существует еще такой симулятор цифровых схем. Это TK-Gate. Он моделирует чисто цифровые схемы. Но здесь видим, что ситуация намного лучше. Здесь симулятор имеет интерактивный графический интерфейс. Но проект был 6 лет неактивен. И сейчас за его разработку взялся программист из России, Андрей Скворцов. Но вот этот симулятор у нас позволяет в интерактивном режиме моделировать схему. Здесь можно размещать на поле схемы в графическом редакторе мышкой компоненты. Можно потом запускать моделирование, нажимать кнопки, задавать какие-то внешние воздействия, смотреть отлик схемы. Здесь у нас поддерживаются все цифровые компоненты. Это цифровые МС с малой и средней степенью интеграции. Это триггеры регистра, например. Логические элементы. Но можно туда задавать блоки оперативной памяти, постоянной памяти, арифметикологические устройства. Но в этом симуляторе даже можно смоделировать свой собственный процессор. Есть различные устройства, которые у нас задают внешние воздействия. Вот они, переключатели. И различные устройства, с помощью которых можно смотреть ответ схемы. Здесь разные индикаторы, виртуальные терминалы и тому подобное. Этот симулятор у нас поддерживает промышленный стандарт для проектирования электронных схем в Вирелох. Можно потом оттуда сгенерировать код в Вирелох и далее это передать в САПР, который будет синтезировать ПЛИС. Но САПР для синтеза ПЛИС – это программируемая логическая интервальная схема. И САПР для синтеза ПЛИС – каждый производитель ПЛИС предоставляет свою. Здесь универсального средства нет. Эти САПР все закрытые. Но они, как правило, обычно распространяются бесплатно. Хотя закрытые. Ну дальше. Следующий вид симуляции – это электромагнитные симуляторы. У нас электромагнитный симулятор служит для того, чтобы смоделировать распределение электромагнитных полей в какой-либо структуре. Ну в частности, диаграммы направленности антенн можно моделировать. Единственным электромагнитным симулятором на данный момент является OpenEMS. Этот симулятор разрабатывает один человек. У него только один разработчик и один контрибьютор. И особенностью этого симулятора является то, что он вообще не имеет никакого интерфейса собственного. Он встраивается в Octavia или в MATLAB. Задание для моделирования является скриптом MATLAB здесь. И своей собственной системы визуализации результатов у него тоже нет. Для просмотра нужно того, что мы намоделировали, опять же использовать собственную программу. Ну вот так у нас выглядит задание на моделирование некоторой антенны. Здесь простейшая дипольная антенна. Вот этот скрипт MATLAB и вот эту диаграмму направленности мы получили. Но здесь в результате этого моделирования видим, что получилось все, как пишут в учебниках. У нас дипольная антенна имеет троидальную диаграмму направленности. Ну и есть еще такой симулятор цифровых аналогов схем QX. В его команду разработчиков я вхожу. Но этот симулятор у нас, его цель его разработки состоит в том, чтобы создать симулятор схем с графическим интерфейсом, который был бы приводен для использования инженером, который работает в промышленности. Чтобы можно было на экране мышкой нарисовать схему, потом задать моделирование каким-то образом и посмотреть результаты. Ну то есть результат у нас показывает то, что бы мы увидели на экране осциллографа, если бы мы его подключили к нашей схеме, например. Ну симулятор QX, его недостаток состоит в том, что его первоначальные авторы, которые сейчас неактивны, разработали свой собственный движок моделирования с нуля. Но я считаю, это было ошибочное решение, разрабатывать свой движок моделирования с нуля, потому что он у них получился несовместимым с стандартом SPICE, он несовместим с имеющимися SPICE-моделями, которые у нас распространяют производители электронных компонентов. Но там некоторые средства для конвертации SPICE-моделей есть, но они не позволяют полностью использовать все модели, которые имеются. Но также этот симулятор был изначально ориентирован на моделирование схем, которые работают в диапазоне сверхвысоких частот, в микроволновом диапазоне, и поэтому здесь этот симулятор имеет многочисленные баги, которые наблюдаются при моделировании низкочастотных схем. В частности, это, например, силовая электроника, схемы с ключами, но в частности, в текущем состоянии на стабильной версии нельзя смоделировать диодный мост простой. Но потому что здесь используется свой движок моделирования, который написан с нуля, и там присутствуют многочисленные баги. Но часть багов на текущую версию пофиксили, но они все равно остались. Но зато этот симулятор у нас моделирует, например, такие сложные схемы, как микроволновые усилители сигнала, которые содержат специальные микроволновые компоненты. Для простых схем, к сожалению, использовать его нельзя. Но вот поэтому в текущем цикле разработки нами было принято решение добавить поддержку в этот симулятор внешних движков моделирования. Но в частности, наибольший интерес для практики представляет NG Spice. И для этого нами был разработан набор патчей Spice for Qux. И вот, начиная со следующего релиза, было принято выпустить две версии нашего симулятора. Это обычный Qux, который основан на старом движке моделирования, и Qux S. Qux S поддерживает внешние движки моделирования. Можно подключать NG Spice и моделировать схемы, которые не поддерживают Qux. Но однозначного решения пока по поводу включения в AppStream набора патчей Spice for Qux нет. И пока это решение не принято, будут параллельно выходить по два релиза. Но что может Spice for Qux? Здесь улучшена поддержка схем для силовой электроники. Стало возможно их промоделировать. Также поддержка включена видов моделирования, которые имелись в Spice-совместимых симуляторах. Ну и можно использовать теперь модели компонентов, которые поведены в дата-шитах, без слоев совместимости, минуя все свои совместимости. И это также расширяет возможности симулятора. Так. Ну вот для поддержки внешних симуляторов была разработана подсистема Spice for Qux. Она у нас состоит из генератора нет листа списка цепей. Она берет схему, генерирует нет лист, потом дальше запускает внешний симулятор и дальше запускается парсер результатов, которые вырабатывает симулятор. Но каждый симулятор выдает на выходе свой формат данных. У них унифицированного формата нет. И поэтому здесь нужно было реализовать несколько парсеров. Ну а также доступна онлайн документация для Qux. И вот исходный код можно посмотреть здесь. Ну в частности, дальше краткий обзор возможностей проведем. Что может новая версия Qux. Ну в частности, это моделирование силовой электроники. Такая схема в предыдущих версиях Qux, в стабильной версии Qux.00.18 не моделировалась. Дальше стало возможно моделировать реалистичные схемы. Это вот звуковой усилитель. Тоже была такая возможность добавлена. И появилась возможность напрямую в схему добавлять спайс-модель из документации на электронный компонент. Можно взять некоторую документацию, которую предоставил производитель, допустим, на транзистор. И вот оттуда просто перекопировать схему. Вот эти строчки, эта модель транзистора. И здесь все будет работать. При этом свои совместимости никакие не нужны. И все это передается в симулятор напрямую. Но также можно вставлять в схему свои скрипты, пользовательские скрипты. Это надмех скрипты так называемые. И вот здесь показано использование тоже этой модели из даташита на микросхему. В библиотеках разрешено теперь использование спайс-моделей, которые также передаются симулятору напрямую, минуя свои совместимости. Ну вот, по данной тематике были выпущены публикации. Еще также была статья на Хабрахабре. Но вот здесь последняя ссылка, это презентация наша на английском языке с конференции в Австрии. Здесь, кто данной тематикой интересуется, может ее посмотреть. Ну, на этом у меня все. Коллеги, вопросы, пожалуйста. У меня короткий вопрос. А вы уже собрали пакет для от Linux? Нет, пакета нет. А планы есть? Ну, сейчас мы просто выпустили пакет с исходниками, торбол обычный. Пока планов нету. Мы по ДиБиан только собираем пакеты. Еще вопросы? Он у нас есть. Просто представьте. Но у нас, наверное, нет. Тут не может у нас не кукол. У вас обычный кукол, наверное. Обычный кукол не изгодился. Я не смог принести своего брата на Linux. Только из-за того, что он пользуется виндовую программу. Сейчас я вижу, что появилось все, что ему будет. Да, пиккат. Ну, пиккат – это саппорт для моделирования печатных плат. Это немножко другая область для разработки печатных плат. Это аналог кикат. Это только симулятор. Это моделирует схему. Это кикат надо смотреть. Он полностью позволяет разводить печатную плату. Дальше генерировать герберы, которые идут производителю. А вы это не понимаете? Вы только моделирование? Мы только моделирование. Нет. Нет. Мы такую возможность не рассматриваем. Моделирование у нас работает в обратную сторону. Сперва инженер чертит какую-то большую схему. И вот фрагменты, которые вызывают сомнения, передаются в симулятор. Потом смотрят, как они работают. И потом корректируется схема. Потому что целиком схему передать со всеми микроконтроллерами и с лишними элементами, которые у нас находятся в саппорт для проектирования печатных плат, в симулятор ее передавать нерационально. Лучше ее побить на маленькие кусочки. И вот уже это моделировать по маленьким кусочкам. А инженеры, то есть обычную схему, физическую версию СИИ, они же ее только как-то должны моделировать и печатать в плане. Ну, схема целиком не моделируется. Она моделируется по маленьким кусочкам. Нет, я не понял. Я имею в виду сделать, чтобы мы поделись в печатную плат. А, чтобы ее изготовить? Ну, пока это вручную осуществляется. Это рационар не осуществляет вручную. Еще вопросы? Спасибо вам большое. Я, кстати, приглашаю вас еще на нашу конференцию «Свободная программа течения в образовании». Она в Переславле во время студенческих каникул. Потому что там вы можете найти просто и тех, кто заинтересуется и захочет применять вашу программу. А пока она применяется в основном в образовании. Ну, сейчас QXS мы рассматриваем уже промышленное применение. Уже промышленное применение. Замечательно. Потому что позволяет моделировать более сложные схемы. Нет, вот, например, есть микрокоп. Ну, не надо. Вы прямо сразу ходите. Все сразу. Все будет. Нет такой возможности. Все будет. Ну, развивайте. Если вы не умеете, то не нужно говорить, что надо. Нужно говорить, было бы очень здорово, если бы кто-нибудь... Так, еще вопросы, да? Все? Спасибо вам большое. Спасибо.